ВСУ могут прорвать линию обороны россиян к концу этого года. Россия в ближайшие дни завезет массовку для псевдовыборов на оккупированных территориях. И новые подробности вчерашнего обстрела Константиновки. Это итоги 7 сентября от команды новостей Донбасса. Я Екатерина Ковальчук. Начнем с обновленной информации по вчерашней трагедии в Константиновке, где в результате обстрела рынка погибли 16 человек и 33 получили ранения. На данный момент еще проводится экспертиза взрывотехниками. Еще проверка длится. Одно могу сказать. Есть несколько версий по типу вооружения. Артиллерию мы пока исключаем. Хотя изначально мы давали информацию, что это артиллерийский обстрел. Есть несколько версий, но со временем будет точная информация. Обстрел городов Донецкой области продолжила Россия и сегодня. Дважды массированный артобстрел был совершен по Авдеевке. В Торецке, Часавьяре и Новоукраинке повреждены десятки жилых домов. За сутки в Донецкой области, не считая Константиновку, от российских обстрелов погибли два человека и трое получили ранения. В который день подряд в оккупированном Донецке массированные обстрелы ведутся по центру Киевского района. После попаданий в небо поднимались черные клубы дыма. Серьезно повреждены частные жилые дома. Четыре человека получили сегодня ранения в ходе обстрела оккупированной Горловки в числе пострадавших двое 16-летних парней. По предварительной информации, также загорелась трансформаторная подстанция, из-за чего обесточенной осталась фильтровальная станция. Банки в оккупированной Луганской области передают данные о клиентах российским военкоматам. Более того, информацию о местонахождении мужчин Луганщины уточняют во время проведения псевдовыборов на оккупированных территориях Украины. Эту информацию сообщает глава Луганской области Артем Лысогор. Люди голосуют под дулами автоматов. В какой-то тайной, как одной из принципов демократических выборов, нет в принципе. Явку там уже рисуют чуть ли не 30%. Местных жителей, непосредственно жителей Кромат, в которых проводят выборы в списках кандидатов в депутаты, немного. Возможно, треть. Все остальные – это коллаборанты со старых оккупированных территорий, которые приехали в 2014 году. Или непосредственно откровенно жители РФ, в том числе представители военных. А вот в Центре национального сопротивления заявляют, что кульминация шоу с псевдовыборами ожидается с 8 по 10 сентября, когда голосование будет проходить на участках. По информации Центра, россияне готовятся завозить на оккупированной территории массовку. Учитывая, что эти участки будут пустыми, оккупанты готовятся к созданию пропагандистской картинки. Так завтра на временно оккупированных территориях не будут работать бюджетные учреждения, а их работники будут организованно голосовать на определенных участках под наблюдением заранее расставленных камер журналистов. ВСУ могут прорвать линию обороны россиян до конца 2023 года. Такие предположения озвучили в американской разведке. Свои суждения они основывают на недавних успехах украинской армии, в частности на южном направлении в районе села Работино. В Пентагоне отмечают, что даже если в этом году ВСУ не удастся достичь прорыва, но удастся расширить позиции вокруг Работино, удержать позиции и обеспечить приток боеприпасов, Украина будет иметь все возможности для нового рывка в 2024 году. В то же время директор аналитического отдела разведывательного управления Министерства обороны США предостерегает, что основная часть российского подкрепления остается на третьей линии обороны. В Ростове упали два украинских беспилотника. Один из них вблизи штаба Южного военного округа, он же штаб так называемой СВО. БПЛА якобы были сбиты, при этом повредили инфраструктуру и ранили одного человека. С 1 октября украинки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет. Таким образом, они обретут статус военно обязанных и, возможно, столкнутся с ограничениями в выезде за границу. Это решение будет зависеть от Кабмина. Украина начала экспорт зерна через хорватские порты, сообщили в Министерстве экономики Украины. Там отмечают, что готовы расширять этот маршрут и возможности транспортного коридора. Также сегодня Украина передала Турции предложение о возобновлении работы зернового коридора без участия России, поскольку корабли уже идут по территориальным вводам Румынии, Болгарии, а также Турции и нет никаких ограничений для судов. Ответ от турецкой стороны Украина еще не получила. А это все на сегодня, но мы продолжаем информировать вас в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Тут на ютубе ждем вашу подписку и комментарии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok